Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим на одну очень важную тему. Тема называется «Будет ли он разговаривать?». Очень часто, собственно, как правило, родители детей, которым были поставлены диагнозы аутизм, рас и другие диагнозы, указывающие на нарушение развития, всегда задаются вопросом, будет ли сын или дочь разговаривать. У некоторых родителей этот вопрос отпадает в тот момент, когда ребенок начинает разговаривать, тогда там другие вопросы возникают. Но у многих детей очень-очень долго непонятно, будут ли они разговаривать или останутся невербальными. И пока ребенок маленький, то сложно понять, каковы перспективы в этом плане. Чем старше становится ребенок, тем яснее. Вот он уже заговорил, вот он все-таки готовится и видно, что вот-вот заговорит. Или есть разочарование, не заговорит совсем. «Как можно понять, каковы шансы ребенка с нарушениями развития на нормальное освоение речи? И на каком уровне ребенок сможет освоить речевые навыки?» Эти вопросы действительно очень волнующие для любого родителя, а главное, они не имеют однозначного ответа. Во-первых, нужно разделить навыки речи и навыки общения. Это два разных навыка. То есть ребенок, который в принципе может разговаривать, то есть технически он произносит слова, даже произносит какие-то предложения, он не обязательно сможет использовать вот это свое умение для того, чтобы создать правильную коммуникацию. То есть правильно что-то выразить, ответить в соответствии с обстоятельствами и так далее. И наоборот, ребенок, который может все понимать, не обязательно может освоить речь именно как инструмент. И в человеческом общении речь это очень мощный инструмент, и он используется для достижения самых различных целей. Причем, чем человек старше, опытнее, так сказать, развитие, умнее, тем более сложные цели достигаются. Для маленького ребенка это, скажем так, цели, которые он достигает, они, в общем, относительно простые. То есть это способность выразить свои желания, сообщить о своем отношении к ситуации, о дискомфорте, о комфорте. И освоение этого инструмента жизненно важно для дальнейшей успешной жизни. Без этого инструмента освоение навыка коммуникации ребенком будет гораздо более сложным, а иногда даже и невозможным. Именно поэтому это все так важно. Сейчас мы поговорим именно о речи, то есть речи как инструменте. Можно ли понять, способен ли ребенок освоить речь, и как это можно понять. Необходимо задуматься, каковы те причины, почему ребенок не разговаривает, хотя вот уже должен быть. То есть вот ребенку уже три года, три с половиной года, а речи нет. Как правило, эти причины связаны с нарушением работы центральной нервной системы ребенка. И перспективы того, заговорит он или нет, зависят от двух факторов. Во-первых, это степень повреждения центральной нервной системы. И второе, это локализация повреждения. То есть со степенью повреждения все более-менее понятно. Чем сильнее органическое нарушение, тем выше вероятность того, что ребенок останется невербальным. И, соответственно, наоборот, тем более легкое нарушение, тем больше шансов, что ребенок заговорит, и более того, что освоит речь на хорошем уровне. Локализация повреждений определяет, какие именно функции центральной нервной системы нарушены. Например, бывают дети с повреждениями центральной нервной системы, при которых полностью сохраняется интеллект и все когнитивные функции. А речи, тем не менее, нет из-за того, что не работает тонкий мышечный аппарат, который управляет мышцами гортани, языка, губ, щек. Такие дети все понимают, и они понимают речь, и, в общем, как бы с точки зрения интеллектуальной у них нет проблемы освоить эту речь. Но физически они не могут говорить, потому что они не способны управлять вот всем этим сложным мышечным комплексом, который отвечает за физическое произнесение слов. Очень часто причина того, что ребенок не говорит, смешанная, то есть наличиствуют и когнитивные нарушения, и нарушения моторики. Возникает вопрос, есть ли возможность оценить степень тяжести состояния ребенка, чтобы понять, каковы его перспективы в плане освоения речи. По нашим наблюдениям, есть некоторые признаки, при наличии которых ребенку очень тяжело освоить речь. Несмотря на эти признаки, необходимо помнить, что каждый ребенок индивидуален. Самые, казалось бы, тяжелые дети иногда вдруг делают огромный рывок в развитии, и в том числе и начинают разговаривать. И мы такие случаи видели, и надеемся еще увидеть. То, что я скажу ниже, основано на наших наблюдениях за детьми, которые у нас лечились. Во-первых, это общее состояние. Следует оценить общее состояние ребенка. Есть некоторые признаки, которые могут указывать на затруднение в освоении речи. Во-первых, это присутствие частых истерик, особенно без повода. Выборочность в еде, очень ограниченный рацион. Ребенок не готов есть большинство продуктов. Особенно это касается случаев, когда ребенок не может глотать кусочки и предпочитает протертую пищу. Это может свидетельствовать о серьезном нарушении моторики мышц гортани и языка, а также о повреждении в шейных отделах спинного мозга. Сочетание плохого сна, засыпания в частности, и наличие того, что называется стимы, например, крылышки и другие. Нарушение моторики рук, и крупной, и мелкой. Причем, тем более сильные нарушения этой моторики, тем больше вероятности, что будут проблемы и с речью. Если присутствует два или больше из этих признаков, то вероятность того, что ребенок будет затрудняться с освоением речи, очень высока. Следующий момент, который следует брать в расчет, это регрессии. Весьма вероятны проблемы с освоением речи у ребенка в случаях регрессии. То есть, например, в случае, когда вот ребенок уже начал разговаривать, запомнил какие-то слова, начал их употреблять, и вдруг он все это забывает. Вот это вот классический пример регрессии, и если это происходит, то очень вероятны дальнейшие трудности с освоением речи. Есть некоторые физические признаки, при наличии которых у ребенка, скорее всего, будут трудности в освоении речи. Нужно оценить моторику гортани, губ и языка. Если ребенок не умеет высунуть язык, если язык плохо двигается, кончик языка не вытягивается, ребенок не умеет дуть в трубочку, не умеет облизывать мороженое, делать другие действия языком, губами и щеками, то весьма вероятны трудности в освоении речи. Логопед может помочь родителям понять, каково состояние вот этого речевого аппарата и что можно, так сказать, с этим сделать. Следующий момент – это понимание речи. Обязательно необходимо оценить, насколько ребенок понимает обращенную к нему речь. Если ребенок понимает то, что вы ему говорите, то вероятность того, что он и сам заговорит, очень высока, хотя, возможно, понадобится помощь. Если ребенок не понимает чужую речь, то есть не выказывает никаких признаков понимания, это может быть признаком более тяжелого повреждения ЦНС и больших трудностей в освоении речи. Следующий элемент – это наличие отдельных слов. Многие дети могут произносить отдельные слова. По нашим наблюдениям, у таких детей шанс заговорить гораздо выше, чем у тех, кто не произносит слов, а произносит только слоги или звуки. Теперь давайте подумаем на тему, что такое разговаривать. Потому что есть такое явление, когда ребенок болтает, не понимая. Есть довольно много детей, у которых речевой аппарат полностью функционирует, и они осваивают речь, но только, так сказать, ее техническую часть. Такие дети могут иметь отличный словарный запас, могут обладать прекрасной дикцией. То есть, например, мы видели трехлетнего ребенка, который произносил целые тексты, которые он где-то слышал, например, по радио, с дикцией просто опытного диктора на радио, и при этом он не понимал абсолютно ничего. Из того, что он говорил. Такие дети способны повторять то, что говорят им, то, что они услышали в мультфильмах, то, что они потом запомнили, и при этом они совершенно не способны употребить речь по ее прямому назначению, то есть для самовыражения. Такой ребенок может смотреть на того, кто задал вопрос, и просто повторять этот вопрос, не будучи в состоянии дать ответ. Часто такие дети просто болтают какой-то текст без привязки к обстоятельствам, и некоторым из них бывает трудно молчать, то есть они без конца что-то лепечут. По нашему опыту при наличии определенной помощи такие дети вполне могут начать полноценно разговаривать. Вот тот ребенок, который я уже упомянула, когда у него центральная нервная система, скажем так, дозрела до определенной нормы, вдруг потерял свою способность воспроизводить эти тексты и стал разговаривать именно на уровне трехлетнего ребенка, то есть просто у него речь стала в соответствии с его возрастом. Это было довольно неожиданно для нас на тот момент, это было уже довольно много лет назад, но вот так вот, то есть то, что ребенок может как радио говорить, это ничего не означает фактически. И последний момент, который следует оценить, это возраст ребенка. Если ребенок еще маленький, то даже при наличии всех перечисленных признаков еще есть время для того, чтобы произошли изменения, которые приведут к развитию речи. Мы видели довольно много детей, которые молчали, а в возрасте шести лет у них вдруг происходил огромный скачок, и они начинали разговаривать. И некоторые практически в соответствии с возрастной нормой. Многим требуется потом год или два для того, чтобы догнать своих сверстников по речи, но как бы это уже момент технический, и я думаю, ни один родитель не будет возражать против того, чтобы ребенок, в общем-то, заговорил, пусть даже немножко позже. К сожалению, чем старше становится ребенок, тем реже происходят вот такие прорывы. Поэтому родителям не стоит дожидаться шестилетнего возраста, а следует сделать все возможное для того, чтобы скачок в развитии произошел до шести лет. Всем спасибо. До свидания. Хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok